Я приветствую подписчиков канала меднаука.нет С вами Дмитрий Акулов, врач-психиатр, психотерапевт, клинический психолог Сегодняшнее видео пойдет на интересную, на мой взгляд, тему Касающуюся будущего психотерапии, в частности будущего когнитивной поведенческой терапии Как мы помним, КБТ, она не совсем однородна и развивалась волнами Первая волна поведенческая, вторая волна когнитивная, когда появились когнитивные терапии Аарона, Бека И рационально-эмотивно-поведенческой терапии Альберта Эллиса И третья волна, которая включает в себя техники осознанности, техники современной поведенческой терапии Это диалектико-поведенческая терапия, это терапия принятия ответственности Это схема терапии и другие. Много-много разных видов психотерапии, объединенных под зонтичный термин когнитивно-поведенческой терапии. Так вот, что может быть дальше? Конечно, я здесь не провидится не оракул, но некоторые тенденции прослеживаются достаточно четко. Сейчас нет какой-то конкуренции, борьбы между волнами. Одни правы, другие нет. Или какие-то идеологии опровергают более старые. То есть считается, что действительно мысли влияют на наши эмоции и поведение, но мы можем по-разному работать с мыслями. Мы можем, если это процесс мышления, от него переключиться, работая с метакогнициями, то есть с мыслями о мыслях, либо мы можем в некоторых случаях опять переключиться на работу с мыслями, если это будет полезно для пациента. И вот здесь как раз ключевая фраза, полезно для пациента. Исследования психотерапии, они очень сложны, это вообще очень сложная вещь, потому что в отличие от лекарственной терапии, где мы можем как-то обозначить эффект плацебо в отдельных группах, давать людям плацебо, а другим настоящие лекарственные средства и оценивать должны разные люди. В психотерапии, в исследованиях эффективности психотерапии все гораздо сложнее. Ее возможно измерить, но там тысячи и тысячи параметров, которые очень сложно учесть. И если говорить коротко, современные исследователи психотерапии в настоящее время, когда изучают когнитивно-поведенческую терапию, говорят в большей степени о конкретных техниках, конкретных принципах, которые могут работать в конкретных ситуациях. То есть в конкретных ситуациях может работать рациональная мотивно-поведенческая терапия, в конкретных ситуациях может работать когнитивная терапия Аарона Бека. А в каких-то ситуациях мы вообще стараемся исключить работу с мыслями, да, и отойти на такой более высокий план, метокогнитивный, и стараться за мыслями просто наблюдать. Здесь все зависит, во-первых, от проблемы, все зависит от состояния и, в-третьих, от личности человека, да. Если это пациент с расстройством личности, если это пациент с какой-то специфической проблемой, например, с навязчивостями, мы подбираем одну схему лечения, психотерапевтического лечения. Когда мы говорим про пациента с депрессией или пусть даже это клиент, да, с какой-то жизненной ситуацией, все равно, исходя из тех или иных черт личности или даже той же ситуации, мы можем подобрать ту же когнитивную реструктуризацию, да, работу с убеждениями, поведенческие эксперименты. Мы можем взять какие-то методы из других направлений, злоготерапии, да, когда мы видим, например, что человеку нужен смысл относительно действий, его ценностей. И здесь как раз и заключается прелесть психотерапевтической работы и, в частности, когнитивно-поведенческой терапии в ее гибкости, в том, что мы можем подбирать, исследовать и смотреть, что работает, что нет. Мы в когнитивно-поведенческой терапии стараемся не закостеневать, не стремиться к какой-то ригидности, а наоборот развиваться. Чего желаю и нашим подписчикам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, постараясь на них ответить.